Региональный оператор Региональному оператору нужно изменить либо устав, либо полномочия. То есть это уже вопрос федерального законодательства. Вы работаете в этом направлении? Мы предложили, мы в августе этого года отдали Михаилу Владимировичу Мишуеву, 27 августа, сделали предложение. Российское уличное движение выступает за стопроцентный рог. Мы хотим, чтобы те предприятия, у нас есть противоборствующие, чтобы понимать, есть те, кто заруб, есть те транснациональные компании, которые продают. И в этой ситуации, чтобы, как правильно говорите, возить раздельный мусор, перерабатывать, нужно создать инфраструктуру. Я вам скажу, по-моему, таких предприятий более-менее есть, которые именно перерабатывают. Что-то из чего-то. Плюс есть некоторые фракции, как Шина, которые мы говорили, что можно делать переролиз. Не всегда это можно делать, даже в европейских странах. Наше законодательство, сравнивая с соседней Филляндии, общаясь с ними по опыту, поверьте, оно более, как бы, выстроено в правильном направлении, чем те же европейские вещи. С вами согласен. Все, что сейчас занимается, намусорили, вывезли, заработали. А чтобы это нужно сделать, нужно день, день, чтобы задать инфраструктуру, там, переработки шин, бумаги, пластиковые свечи. Так это самое главное, что должно сделать по нашему мнению. Не за счет государств, а среди людей, которые составляют молоко, нет, тетропак, пепсикола, там, что там еще. Ну, вот эти компании, которые делают упаковку. Поэтому ответственность этих, как бы, ответственность должна быть на производителе упаковки и вот тот, кто производит продукцию.